Такого определения четкого, общепринятого, его нет. Есть некое такое представление, что такое двухкомпонентная ядерная энергетика. Тогда для этого нужно сказать, что такое однокомпонентная ядерная энергетика. До сих пор мы с вами развивали атомную энергетику на тепловых реакторах. Кстати, первый такой реактор в демонстрационном масштабе был пущен в Обнинске примерно 66 лет назад. Тоже летом, в конце июня, в 1954 году. И топливом для этих реакторов являлся уран-235, такой изотоп. Вы знаете, что он входит в состав природного урана примерно 0,7%. И топливо для этих реакторов его, грубо говоря, добывали в соответствующих урановых рудниках, шахтах. Потом обогащали до определенного уровня и использовали в ядерных реакторах. То есть источник топлива здесь, я бы сказал, природный. Но, как я сказал, такого урана, 235-го изотопа, всего лишь 0,7%. И поэтому с самого начала считалось, что вот эти топливные ресурсы, они очень сильно ограничены. Действительно, меньше процента. Довольно быстро у ученых родилась идея, что нужно вовлекать в топливный цикл не только 235-й уран, но и уран 238-й, которого больше 99%. И напрямую разделить 238-й уран в реакторах на тепловых нейтронах невозможно по физическим причинам. Но зато 238-й уран очень хорошо захватывает нейтроны и порождает другой топливный изотоп, это плутоний 239-й. И вот этот изотоп уже можно использовать в качестве топлива, как и в тепловых реакторах, так и в быстрых реакторах. То есть природа происхождения вот этого нового типа топлива уже реакторная. Его не надо добывать в каких-то шахтах, это все можно сделать на производствах, где у нас происходит переработка и изготовление этого топлива. И вот эту функцию перевода урана 238-го в плутоний 239-й могут на себя взять реакторы с быстрым спектром нейтронов. Потому что именно в быстром спектре нейтронов у нас эффективно идет реакция на перевода 238-го урана в 239-й плутоний. И таким образом мы со временем можем отказаться от добычи урана, по крайней мере в очень больших масштабах, и перевести производство топлива на реакторные рельсы. И поэтому в энергетике у нас естественным образом вырастает так называемая вторая компонента. Вот первая компонента – это реакторы на тепловых нейтронах. Там очень хорошо производится электричество, достаточно дешево. Ну почему? Есть достаточно простые физические соображения для этого. Ну первое – это то, что деление очень эффективно происходит именно на тепловых нейтронах, в тепловом спектре. А второе – это то, что чтобы замедлить нейтроны до тепловых энергий, необходимо использовать воду. Вода – наиболее дешевый теплоноситель. И поэтому производство электроэнергии получается наиболее дешевым способом. Это функция тепловых реакторов. А вот вторую функцию – наработку топлива – на себя могут взять быстрые реакторы. Но сечение деления в быстром спектре намного хуже, чем в тепловом спектре. Мы вынуждены использовать топливо с более высоким обогащением. Мы вынуждены создавать высокие теплонапряженности в твеллах, в активной зоне. Все это, конечно, приводит к тому, что экономика быстрых реакторов в настоящий момент уступает экономике тепловых реакторов. Но, тем не менее, у быстрых реакторов возникает своя функциональная роль, как топливообеспечители будущей атомной энергетики. И в этом смысле будущее атомной энергетики видится в двухкомпонентном варианте. Тепловые реакторы – это уже реально созданная и достаточно эффективная технология, которая тоже будет меняться, улучшаться. И вторая технология – это быстрые реакторы, которые способны обеспечить фактически неограниченную на несколько тысяч лет ресурсную топливную базу. Всегда быстрые реакторы с самого начала вырабатывали энергию. Мало того, я даже открою известный секрет, что первое ядерное электричество, первая лампочка заработала как раз на быстром натриевом реакторе в Соединенных Штатах в 1951 году. За примерно три года до того, как это было сделано уже в полупромышленном масштабе у нас в Обнинске. Поэтому всегда на быстрых реакторах электричество вырабатывалось. Просто в силу более сложной конструкции реактора стоимость производства не только конструкции, но и топливного цикла такого реактора стоимость электричества всегда была дороже. В моем понимании быстрые реакторы способны приближаться по экономике к эффективности тепловых реакторов. Мало того, если мы возьмем проект «Прорыв», там прямо поставлена цель, чтобы быстрые реакторы по экономике превзошли существующие тепловые реакторы и даже газовые станции. Я не разделяю веру в то, что быстрые реакторы можно сделать настолько экономичными, но тем не менее такая цель стоит. По крайней мере в ближайшее время, на несколько десятков лет, я думаю, что быстрые реакторы не превзойдут тепловые реакторы по экономике. В силу тех физических причин, о которых я сказал. Двухкомпонентная система в нашем понимании – это такая система, которая работает взаимосвязно. И внутри системы могут происходить обмены топливом. Мы можем получать плутоний из тепловых реакторов, с ним работать в быстрых реакторах. Мы даже можем видоизменять изотопный состав этого плутония. Мы можем часть плутония при необходимости возвращать в тепловые реакторы. Мы можем запускать новые быстрые реакторы. Ну и так далее. То есть это такая взаимосвязная система, где все-таки в силу того, что технология тепловых реакторов уже развита. И развита достаточно хорошо. Электричество там производится наиболее эффективно. А вот этот недостаток ресурсов и проблемы так называемого отработанного ядерного топлива, они могут быть решены с помощью быстрых реакторов, которые на себя возьмут вот эту функцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова